Есть две тенденции. Одна тенденция – это тенденция к глобальным смыслам, глобальным ценностям, глобальным решениям. Она очевидна, потому что многие вещи, связанные с охраной окружающей среды, связанные с ограничением ядерного оружия, они не могут быть решены в рамках одной страны, связанные с глобальным потеплением. Их надо решать все вместе. Когда мы начинаем решать все вместе, то возникает некий протест. Протест, а почему же наше мнение в той или иной степени не было воспринято? И здесь есть очень важная грань. В чем мы хотим быть одинаковыми, а в чем мы хотим быть разными? На мой взгляд, есть абсолютно одинаковая вещь. Каждый человек, следуя консервативным ценностям, имеет право на жизнь. Каждый человек имеет право выбрать, каким делом заниматься, в какой стране жить. Каждый человек должен признать, что его близкий, в общем-то, может сделать такой же выбор или иной выбор, и он должен этот выбор уважать. Есть очень жесткая грань между патриотизмом, между любовью к своей родине, не умаляя достоинства других стран, наций, их исторического пути, и национализм. Национализм, который полагает, что именно эта нация некоторым образом выделена по отношению к другим. Но, наконец, фашизм, который полагает, что мы должны утверждаться за счет этих наций, что они не люди, или полулюди, или недоразвитые люди. Сейчас происходит следующее. Сейчас многие глобальные проекты сталкиваются с большими проблемами. Я думаю, что это временное явление, потому что огромные глобальные бюрократии, огромные глобальные образования, они в состоянии совершать глобальные ошибки. Пока представьте себе, что у вас появились новые возможности, а ограничений вы еще не знаете. Вы сели в новый автомобиль, вы еще не знаете правил движения. И поэтому, естественно, совершаются ошибки. Когда эти ошибки совершаются, то части системы пытаются как-то их скомпенсировать на своем уровне, локально. Ну а что касается второй стороны национализма, нет ничего лучше, чем для страны, которая претендует на глобальное доминирование, как пересодить. Разделяя и властвую. Со времен Древнего Рима и дальше. Но в самом деле, я знаю несколько регионов в нашей России, я не буду называть, каждый из которых полагает, что те люди, которые так называемые титульные нации, они владели пространством Евразии от моря до моря и от океана до океана. Иногда я спрашиваю, а в каком направлении? И в том, и в другом. Поэтому, понимаете, с одной стороны, оно понятно, желание людей преувеличить заслуги предков, но с другой стороны, это крайне опасно. С другой стороны, это приводит к очень простой технологии. Сначала у вас появляется некий искаженный язык, псевдоязык, псевдопонятие, потом появляются лидеры, которые начинают спекулировать на этом, а потом появляются некие политические силы, которые норовят растащить благополучное государство, и это начинает отражаться на простых людях. Поэтому, на мой взгляд, ситуация очень простая. Сейчас национализм возникает прежде всего как оружие. Оружие сильных стран, которые хотят уничтожить субъектность многих других государств. Сейчас многие страны, они пытаются разжечь межнациональные конфликты, возбудить национализм в тех или иных странах для того, чтобы ослабить их. И давайте вспомним. Ельцинская. Ешьте суверенитета, сколько сможете. Как много бед это принесло России. Продолжение следует.